всем привет сегодня у нас неурал лесовоз короче говоря мужик пригнал ниву мне тут такую древняя такая нива мужик ну как не мужик дед уже лет 70 наверно не знаю ему сколько может больше уже короче что-то не заводится все там не работает ничего и короче я тут говоря короче говорят три дня уже вот ковыряюсь но не полностью как бы целыми днями так поскольку то там первый день блин долго ковырялся вчера тут мы принципе тоже нормально вот него такая уже как бы но образца уже дверка такая большая 21 213 только карбюраторный двигатель еще старый простой так скажем зажигание электронная вот бобина тут стоит и уже ну как стромблер этот как он с датчиком это как он называется бесконтактная короче вот коммутатор стоит вот поменял короче говоря она сама не ехала не заводилась вообще ну короче она схватывает немножко раз дрын 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 заведется раз заглохнет опять я давай разбираться смотреть у него тут еще катушка стояла вот тут по идее заводская то вот здесь стоит катушка а он туда оставил такую простую катушку как сказать не бесконтакт как контактное зажигание трамблер другой там он вот хреново куча трамблеров раз трамблер 23 карбюратор катушки зажигания вот эта катушка зажигания вообще она 100 вот она стояла вот я покажу еще сам катушка зажигания вот старая какая-то сломанная вот это стояла сначала вообще тут этот вот как он называется сопротивление вот здесь еще сломано что-то это еще катушка он там лежит вроде бы головка запасная тут какие-то шланги всякая фигня на ремни есть там что-то запчастей свечей тут миллион штук где-то хреново куча это коммутатор вот купил другой короче говоря это свеча высоковольтные провода вот тут ну старые вот здесь лежат они все негодные там я вот которые были не все а вот сколько-то осталось у них куча проводов вот какие-то разные тут остались я их ну до сопротивления проверил тестером вот эти более-менее еще как раз пять штук осталось по идее можно было и не покупать новые вот катушка здесь стояла короче вот тут вот эта катушка но как они видать не знаю может заводские тут ставятся опять на хочу оставить если он там катушка стоит вот она можно было даже по идее к той катушки подсоединиться ну вот от этого от контактного трамблера они вот тут вот так по идее стоят вот так катушка ставится там вот такая даже простая у него здесь было сделано короче вот этой катушкой с трамблером с таким с контактный вообще не заводится как главное он схватывает искра проверяешь все есть нормально ну такая как какая-то тоже не скажешь что прям хорошая но он заводится схватывает он дрын 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 начинаешь газовать он дрын 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 раз глохнет сначала контактный дно обычный трамблер стоял старого образца я начал ковыряться и я тут тут все сломано было вообще тут куда ни сунься все тут это не так это не так какая-то масса вот здесь одна вот масса до стоит провод он тонкий вот этот провод он как греется стартером крутил как-то долго не заводится крутишь там раз этот провод горячий там еще один провод идет белый он даже главное масло не был подключен вот он выходит отсюда от помпы идет вон он белый такой провод я потом он туда закрутил на массу тоже чтобы два было по идее это толстый провод он там обычно где-то в районе помпы там прицепляется ну вроде бы как я помню масло давай масло проверять масло черное вообще там как будто я не знаю он я не знаю может вообще менял его когда когда последний раз он вообще его менял и какой-то жидковатое такое масло как видно как то оно жидкое какое-то как не такое как обычно потому что вот потом уже заводил когда прогрел двигатели на малых моя лампочка моргала купил масло все тут поменял он он стоит канистры супер лукой супер завел двигатель прогрел после замены и все нормально на малых лампочка не горела а тут вот на том масле но какой-то как жидкое какое-то хрен поймешь бы и короче говоря вообще сапунит двигатель тут ну сапу вон я туда вниз его сделал вон он шланг туда когда торчал кверху прям видно сапунит так как ну так не сказать прям так сильно но видно что сапунит крышку открываешь и так аж херачит это как бус потом чок компрессию проверил все нормально как бы он 10 очков где-то примерно давит и потом давай ковыряться короче свечки закидывает черным нагаром такой нагар черный все свечи черные заведешь главное потом это чужие а потом как-то завел заводится немножко так работает 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 там блок не потом свечки тучишь они все в черные в нагаре а карбюратор давай ковырять какой-то старый стоял тот который там сзади лежит он как схватывает и как как будто как топлива не хватает выскали газ наешь как это как глохнет брббкк это бензина не хватает потом тут ковырял ковырял там уровень уровень маленький был сделал уровень добавил всем как житлера все почистил продукт вроде бы целое все вроде работать были не заводится всё равно нихера то заведется поработает опять заглохнет опять не заводится. Потом свечки вот, свечки закидываю. Почистишь свечки, раз поставишь. Раз опять, ринк опять заведется вроде бы. Короче ну такая какая-то фигня. Тут вот три дня первый день вообще я замучился с этими трамблёрами и карбюратором. Потом снял этот старый, поставил новый карбюратор. В новом тоже уровень какой-то почему-то маленький уровень топлива. Там как ну он регулируется уровень, поплывок там как делается. Но вообще не так. Он почему-то так вообще, поплывок так ну низко как-то сделан. И ну там на дне, на самом камере вот в этой поплавковой блин, как так, блин, кто там что из завода так она сделана, я не могу понять жиклера разные на одном карбюраторе жиклера такие вот эти топливные и воздушные вроде тоже основные которые здесь на новом другие какие-то хрен просышь, блин ну вот тот, который старый, там точно он вообще не родной, не с Нивы он там какой-то, видать, с пятерки, с семерки там какой-то я такого не видел, я такой машины вообще не видел ни разу на проволочках, вот здесь вот на тяге, вот тут такая скрепка стоит вот она, скрепка такая специальная это я вот купил уже, тут проволокой была намотана вообще, вот здесь еще должна быть тут как шплин такой как вставляется вот сюда, на оси вот здесь тоже вот, нет, в магазине не нашел что-то, но она как бы так не выпадывает, но все равно, по идее тоже надо потом что-то еще бензонасос давай проверять, бензонасос не качает, давай, ну, карбюратор-то делай, подкачивай бензонасос блин, ну как, ну слышно, что как-то как-то качает, не так, как должен качаешь, он как пш-пш-пш как-то вот, фильтр вот сюда в обратку получается как в обратку, как будто бы как уходит бензин куда-то там, ну, бульки это, пузырьки пш-пш-пш-пш-пш-пш-пст что такое блин, что такое потом крышку вот эту снял сверху смотрю, там как в клапане какой-то мусор, такой пластмасс какой-то кусок лежит блин, как-то какой-то брест какой-то вытащил, выкинул все, раз нормально стала качать трубка вот шланг вот этот лопнул здесь вот потом я переделывал и короче говоря вот с этим трамблером но с этой катушкой с простым трамблером с контактным зажигания вообще красную не заводится и все потом болеть что такое не делал карбюраторы эти менял так так всяк потом думаю ладно поменяю трамблер вот это ну поставлю вот такой родной это тоже новый он ну не родной смысле он как это новый видно что купленный новенький получается бесконтактного здесь штекер снизу идет вот он провод короче говоря бесконтактный от поставил drink сразу завелась блин нифига думал о хорошо бы хоть заводится что-то и то как-то ну слышно как-то работает не так поработала поработала немножко главное раз-раз ну вроде газуется так ну и на малых так все как вроде работает что-то дрын 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 заглохло опять заводить все не заводится и так чуть-чуть дрын дрын чуть-чуть так что так схватит вроде бы раз опять перестанет потом постояла постоял тут что-то куда-сюда походил поковырялся опять раз дрын дрын опять завелась пол пинка опять поработала сколько-то опять заглохла блин высоковольтники давай проверять все высоковольтники он я их выкинул там у него в мусорке короче лежат сейчас покажу вот такие высоковольтники эти киты шляпа какая-то силиконовый блин они все короче меряешь сопротивление тестером где-то 90 килоом там где-то 100 120 даже килоом какое-то какой-то один провод очень не прозванивался замеряешь он все вообще не звонится вообще негодный я не знаю как они он на них ездил вообще на этих проводах я вообще не могу понять как он там пытался что-то заводить машину блин какой-то бред вообще блин я такого вообще не видел как так вообще я не могу понять вот куда не сунешься тут вот блин все сломано как она вообще машина работала вот сиденье покажу какое сиденье я сейчас я не знаю видно будет вон сиденье прикольно в машине тут всякая херня болты гайки какие-то сумки вон там к этому мусор такие бутылки чуть всякая херня сиденье вон ну как его сюда так она загнутая пытался немножко так утром и что-то там внутри щелкает трещит как на сломано надо его разбирать по идее варить я ну как-то на шевроле не виду тоже у матери он у отца у них творил сиденье у них тоже ломалась забрал полностью там все усилил провалил сейчас нормально он ездит тут все машине он тахометр не работает нихера но он собака зато есть собака к прикольная багажник сверху люкает падает заднюю задняя дверь там на лопату и подпер на лопате стоит а так она это раз поднимаешь бум на назад ну как немножко так вроде держится стоишь вроде бы держится там там баспак по башке а потом еще когда двигатель заводишь слышно как ну тут щелкало ну слышно щелка чик 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 что-то как клапана думаю не пойму или где-то двигатель что-ли внутри может думаю это как ну поршневая сапунит если так можно думать что-то кольца может на самом деле это щелкает потому что сейчас клапана отрегулировал когда вот сегодня как-то становится пощелкивает немножко вообще зазоры были там я не знаю 0 25 где то что ли примерно где то 03 какие то вот такие на некоторых клапанах особенно где то вот здесь на каком то вообще было 03 на 04 зазор кто-то вообще лазил на хера клапана я тогда вот прошлый раз горю регулировал клапана все четко было на хера тут лазают хорошо цепь ничего не трогали цепь все по меткам все четко все проверил как бы туда вот крышку снял тут позавчера еще все метки все совпадает все четенько думаю ну блин фиг знает вот сапунит то что я такое не пойму а еще сегодня короче он сказал короче купил какую-то присадку добавил движок туда и вот она типа и после этого стала что-то вот это свечи ну вот как нагаром так вот закидывать черный и как это ну и жидкое масло такое типа стало давление упало что такое вот он я не знаю на хера ты там присадки эти какие-то ну фиг знает ну думал типа ну чтобы хорошо двигатель надолго хватило типа еще вообще он сапунит на это по идее я не знаю что за присадки такие он там добавлял по идее вот ушатал двигатель испортил я вот этот движок между прочим делал когда как-то даже видео снимал я там головку протачивал но потом перегретая была и чё там цилиндры не растачивал что-то коленвал что ли а или коленвал 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 был что-то не помню вкладыши там поршневую это новый поршни с кольцами ставил но она он нормально вот года два уже где-то прошло с того времени или больше уже на 3 он как бы долго так бы все он работала у него эта машина движок то работал нормально воду как то опять же на проволоках не пойми как тут карбюратор все ничего не отрегулирована как я не знаю как он тут есть на вообще мне саму тут все это сделать ну ему смысле поставить движок и все чтобы настроить это отрегулировать потому там паренек ему делал там у него племянник может как-то он там что-то ему делом что нормально было но он как сам видят ковыряется где не ну не понимает что-то лезет куда не надо и тут все у нее как через жопу так вот все на соплях катушку можно выкинуть короче на этой катушке вот с таким по обычным трамблером вообще не заводится я вот как так вообще не могу понять по идее должна сама заводится же ну даже вот такой простой как бы системой зажигания все должен запусто идти она как заводится схватывать так вот глохнет как троит как будто как на одном цилиндре заводится как-то или я не вообще не могу понять заводишь машина работает работает движок там заглохнет раз заводить все не заводится и искру потом проверял слышно но видно прям как и что искра на какая-то такая ну красная такая кайта цветом красновато такая мелкая такая ну как не сильная такая вот когда хорошая искра до этого проверял там видно такая как такая как бы сказать как синеватая такая когда хорошая нормальная искра она как синяя должна быть как же белая синяя такая не знаю сегодня съездил коммутатор купил вот новый из-за коммутатора вся проблема то было еще тоже видимо коммутатор как мозги к ну клинил то есть крови ну как бы есть то нету когда стоит простое зажигание контактное у него искра там у них меньше там как-то сила тока искра слабо из-за этого воспламенения плохое идет и видимо из-за этого не заводилась а то что свечи еще такие как на гали они все черные такие сейчас я не знаю покажу вот тут свечей у него там вообще куча свечей я не знаю нахера и покупать видимо он их там каждый день покупал новые видимо ну как закидает вот это почистила я свеча вот она очищена такая это свечи китайский вот она черная к это еще не сильно как-то если подольше поработала бы она допустим вообще черная такая как залив какой-то так типа бабну как облеплена вот это вот все вот это вот это место изолятор все вот тут вот электрод и видят когда ну вот этот нагар делается искра уже пробивает как бы по зале по этой стороны и как но разряда нету и получается это воспламенение не идет начинает движок троить за счет такое а вот фильтр еще покажу специально разобрал фильтр там думаю так ну чисто проверю посмотрю мне кажется он этот фильтр вообще не менял уже хрен его знает сколько может и масло не меняет давным давно наверное скорее всего что видно вот фильтр вообще черный весь тут внутри он прям такой слой как грязи прямо здесь вот смотришь там так вот между этих тут все грязь там такая вот куски вот эти вот и вообще черный фильтр полностью я не знаю может это когда я его движок дело может он с того момента больше ничего не менял тут не фильтр не масло и хрен знает не масло тоннера меня скорее всего потому что масло такое еще но не совсем такое черное блин горя хапнул с машины это вообще как так я поражаюсь просто как люди это вот на такие на такой техники ездят это по идее вообще нельзя выпускать такую машину куда-то если вот ездить но таких людей я имею ввид даже тем более он как но он не он как не понимает он как но проволочках на всякой херне все сделано как представляю что где-то вот ей такая машина на проволочках все прикручено колеса там на изоленте примотаны еще что-то все подпадывало по дороге это вообще кошмар какой-то опасные дедушки так сказать все ужас блин кошмар короче говоря он бачок бачок он вот такая бачки на херу нужно вообще по идее выкинуть его на бачок бачки нет у меня такой бачок валялся а вот здесь короче пробка вот купил пробку новую тоже здесь пропускала стану когда стал двигатель нагреваться у нас внутри вот здесь антифриз выходит тосол тут и создали здесь вот сюда через верх как думаю так потом то раз одну пробку что она вот этот как заклепка такая она вот так болтается все там как попал блин не знаю что как он ездил вообще по идее блин хрен знает блин крышка стоит 180 рублей вот купил новую потом вот здесь вот этот шланг вот идет ну на бачок вот сюда он был тут короче не вставлю так вот ну до конца сейчас вот как бы вот он на хомучу так нормально да это я прикрутил а тут он был как потом вот так вот до сюда только вставлен вот так вот пример получается тоненькая трубка такая сначала идет ее поедино обрезать по идее скорее всего там внутри тут тоненькая главная трубочка ну такая тонкая диаметром а потом здесь толстая уже идет я не знаю зачем так сделано видеть ну может под разные эти может чтобы можно был тонкий шланг делать толстый и короче говоря вот этот шланг он был так наден 19 просто вот так вон подсунуть сюда вот такую и тут так вот так у на мота на веревка было во здесь вот так вот сюда вот наметана вот сюда так на шланг вот так вот эти панука прижата туда не на хамуть и держалась вот как так на веревке там изолента внутри какая-то намутано что-то было были какой-то бред вообще я очень по я поражаюсь просто как она как вот это был как так люди могут вот это вот блин как это может вообще происходить такое блин блин бред какой-то вообще вот провод идет тоже маска это вот он я сюда прикрутил вот он идет отсюда от помпа а тут вот ну на 2 час нормально стало тоненький такой не толстый и там вот который с той стороны вот такой тоже потом тяга вот здесь вот тоже была там сломано что-то там как-то какая-то переделанная шляпа какая-то подводил там его сделал чтоб она не болталась вот провода эти новые купил там коробка которая в багажнике лежит вот они заводские все нормально фильтр надо еще поменять фильтр не купил фильтр весь грязный как в масле в каком-то вон тут все масло вот отсюда сапуна вот дырка отверстие ряда маленькая вот она как сапуна оттуда со шланга с картера эти пары заходят но эти выхлоп сойдет сапунит когда вот сюда выходит и тут все в масле потом весь фильтр такой грязный становится тут где-то все вон фильтр даже где-то в масле какой-то весь был и вот он я не знаю может колпачки маслосъемные что-то тоже какие то может он перегрел движок еще что-то или фиг знает или там кольца залегли может маслосъемные опять обычно если сапуни то это уже компрессионным кирдых короче не знаю вот люди вот наковыряют что-то там непонятно что наделают и потом вот думай там гадай как что там делать как ремонтировать тут масса все еще сделано даже такая самодельная здесь вообще были ключи какие-то вот тут вот в этой как он называется фильтр типа тут вообще дырка тут слова вырезана вообще вот здесь сломана типа чтобы с движка видать тепло шло зимой вот тут вот дырка прям туда и уже в печку идет сразу так блин сейчас летом то это ездить если так жара будет вообще ну-ка сейчас заведем посмотрим как он как она работает сейчас более-менее так подрегулировал масло поменял все это подшаманил карбюратор зажигание коммутатор все как бы вроде работает все эти по трубки зачем здесь пробки все сделал четко все вроде нигде не текет ничего больше коммутатор вот такой коммутатор купил гарантия сейчас покажу какой стоял какой-то болгарский короче сейчас ну-ка посмотрим вот написано внизу вот здесь made in булгария булгария на семиконтактный пзе какой-то 4022 авто электроника как-то стыл движок уже это газ то ничего не давлю по идее в пол пинка все равно нормально заводится но вроде так сейчас вроде не щелкает ничего так ровненько работает как бы устойчиво четенько все а до этого заводил кто-то троит кто как-то пердит непонятно а чипал еще в карбюратор бывал газонер что-то в карбюратор хлопки такие шли еще опять надо опережение зажигания сделать ну отрегулировать точно но это надо это где-то ну выезжать на дорогу ну нормально так приемисто работает а и дымит дверь отчет тут дымовуха такая мне главное сейчас когда вот он двигатель холодный он как-то так не дымит сильно а когда нагреется будет дыметь сильнее почему-то непонятно что-то фигня такая но сейчас вроде не дымит нормально хрен знает вот сейчас вроде бы нормально а то вот перелетим кто сейчас когда заводил когда стоит машина работает здесь такая дымовуха здесь в гараже ну так даже дверь открыта есть все равно дымища такая тут такой туманный так ну с маслом типа такое как это выхлоп идет немножко так пощелкивает еще ремень слабый был на генераторе такой вообще вентилятор крутишь так он спокойно так прокручивается помпа даже это почти усилия никого нету не знаю как он ездил аккумулятор тоннерами заряжался аккумулятор новенький стоит хороший аккумулятор между прочим тут три дня заводил тут подолгу крутишь 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 ни хера не садится долго так держит вообще чертый аккумулятор а казахстанский какой-то казахстан да нормальный где он его взял они между прочим казахстанские дешевые еще дешевле чем наши так ну чё продолжаю делать дальше эту ниву я уже замучился ее делать это ужас просто короче это что недавно решил попробовать поездить сначала тут на ней ну прокатиться как она что едет оказалось сцепление еще не работает ну как то работает то не работает то работает то не работает вот новый цилиндрик поставил подержал немножко так ну вы же там состояние обратно педаль отпускаешь что педаль не отходит и как ну там как видимо перепускает вот здесь манжета что ли короче говоря разобрал цилиндрик снял старый там внутри ржавчина где-то вот здесь в конце снизу там как вода видать попала что же как-то тоже интересно хотел ну думаю манжеты поменяю потом там ржавчина уже купил новый поставил прокачал сейчас вот нормально все работает сейчас вот ездил пробовал тут пытался около дома здесь вон ездить тут как бы там по дороге разгонялся так и не едет вообще машина какая-то ерунда вот и педаль сцепления не клинило сначала разгоняешься когда начинаешь газ давать она как будто как это бензина не хватает или что такое ну карбюратор не родной там фиг знает где вот у него старый карбюратор вообще бы старый бы дался бы жиклера просто перекинул и в интернете глава смотрел по жиклерам вот этим тренировочные данные или как правильно там короче это главный жиклер первой камеры топлив топливные такие именно жиклера одно там получается два топливных жиклера два воздушных 1 2 камера и вот тут воздушные 150 стоят топливные 1 150 2 камеры первой камеры 117 что ли вроде какой-то такой был там на другом карбюраторе вообще 107 какой-то маленький но это видеть вообще с какой-то с пятерки там шестерки не знаю чего получается вот это 117 он не дает как бы сколько надо бензина через него не проходит и он какой-то газу даешь не разгоняется глохнуть начинает как воздуха много получается жиклер там с другого карбюратора со старого там 150 и тоже был один и я его поставил короче сюда на главный вот главный топливный жиклер первой камеры и сейчас вот ездил пробовал с этим жиклером ну вроде бы как бы сейчас нормально так едет четко все как бы разгазовывается вот машина как бы едет газ даешь она у так ну как прет блин но все равно это работает неустойчиво как-то не так как-то вот как должен должен двигатель работать это болезнь какой-то бред какой-то но опять вот эти свечи все сейчас покажу вам свечи все выкрутить 150 вообще по идее это многовато вот на эту на первую камеру топливный жиклер на поменьше на где-то 130 где-то примерно вроде бы тут в интернете смотрел головно нету в интернете никаких данных раньше найдешь какие-то в 1 на одном сайте смотришь там такие данные по карбюраторам на другой другие какие-то стерка когда еще была у нас ну старая там 90-х годах и я покупал книжку в перми как-то помню на перми 2 как-то случайно так увидел книжку купил такая толстая такая простая такая главное не цветная ничего такая черно-белая там блин все было описано вообще вот по шестеркам какие для разные двигателя там разные карбюраторы все как устройство от карбюратора работа карбюратора полностью вообще-то все подробно описано как что воздух там бензин откуда выходит заходит вообще таких книжек я больше таких книжек не видел еще такая советских времен такая книга как бы описание ну как она не советские уже 90-х годах где-то я там покупал я 95-96 год где-то была она выпуска но такая подробная книжка вообще там все полностью ремонт все устройство двигателя но машины полностью редуктора коробки там и все карбюраторы зажигания все полностью описание полное было это вот эти жиглера там такая как таблица помню было разные карбюраторы для разных двигателей там допустим тут ну там вот на тех же шестерках стояли разные двигателя там какой-то шестерочный двигатель стоял чисто шестерочный это но это 1600 кубиков получается шестерочный движок потом 61 была она на ней вроде троечный движок стоял тысяч как он там 1500 наверно наша шестерка называлась 21063 63 и на ней тысячи тысяч вот 1400 был движок получается 1300 1500 и 1600 разные были карбюраторы на них вот все там в книжке было написано какие данные все там жиклера вся эта фигня от час вот хрен что найдешь какие фиг знает и нету главного этого мужика я не знаю если вообще от карбюратор старый который может где то есть я вот хотел с ним поговорить и он не найдешь он где-то бухает дома короче с утра начинает квасит его короче хрен найдешь его трезвого так скажем с утра как-то если ловить его фиг знает очень покажу свечи какие очень сейчас я хочу еще раз компрессию замерить ну сто процентов что порошневая кирдык внутри свечи вот чищеная от это я почистил одну и три вот такие вот они как на гарпом как налет прям какой то ну что вот я его вот рукой так раз такой пыль какая-то как угольная типа вот он раз так и это счищается как так вообще я вот такой пират вижу было чтоб такой на гарпу вот как-то и этот нагар становится очень быстро и вот но буквально тут вот я почистить свечи если поставить вот пять минут машина поработает снимая свечи они вот такие черные уже как так я вообще не могу понять я первый раз такое вижу какой-то бред какой-то вообще когда двигатель работает короче газ газонеж особенно из глушака видно такой синий дым прям идет по мной масло прям прямиком вылетает на улицу тут такая дымовуха в гараже сауж короче горяча буду проверять компрессию от стартера там подсоедил от провода таки сделано чтобы не замыкать стартер включать и тут держать ну что ну кого-то наличь человек она кого-то специально ладно попробуем так час получится что-то долго так накачивает правда конечно но десятка по идее нормально долго так накачивает мне кажется как-то чересчур там газульку еще отжал он там поставил под газульку чтоб немножко отжата было ну как бы надо еще ну кто-то скажет что мог на на газ нажимать другой цилиндр 2 то что медленно поднимается вот тут так 11 даже больше 11 ничего себе ну тут тоже 11 получается вот в первом цилиндре как-то поменьше немножко и там это медленно помедленнее мне как раз поднимает ну тут что тоже хреновенько вот тут поменьше тоже получается 9 с половиной где-то ну примерно так ну принципе не совсем такая хреновенькая но нормально еще короче выходит первый четвертый цилиндр компрессия похуже немножко 2 3 нормально вообще хотя закидывает свечи одинаково на всех цилиндрах раскоксовку сделать может вышка я между прочим этот зокс еще остался там бутылка да я это раскоксовка мне кажется это бесполезно все ничего не поможет но если на самом деле кольца залегли там если бы знать как-то на видеокамеру маленькую что как ну-то в цилиндр то засовывают смотрят там что внутри ну посмотреть чисто видеокамеру стенки цилиндров поцарапанные нет может там ну если кольцо сломается то видно будет что царапины будут такие натерты на цилиндрах но опять все же не могли сломаться одновременно это на каком-то одном может сломалась на 2 бывает как-то вот как-то было мне такое на уазике и потом масло он жрал тоже но масло жрал но он свечи не закидывал он работал нормально все я потом головку снял сразу видно на цилиндре на одном так задир такой так вдоль так цилиндра все это полностью такая как полоска идет а с двух сторон даже вроде бы ну кольцо пополам сломалась как и краями это кольцо натерло цилиндр и вот все он сразу же начал жрать масло компрессионное кольцо между прочим одно только чем там с ней с этой машины делать и дед фиг его знает по идее конечно надо вообще вот снимать двигатель полностью целиком разбирать его смотреть что там с поршневой внутри он набрал шприц я не знаю сколько там 20 грамм шприц должно хватить 20 даже много будет попробуем короче первый цилиндр сейчас пускай он так масло залил при пробуем короче ни хера компрессия мощная вот это да аж выбивает этот ни хера вот сейчас компрессия да компрессия офигеть ну ка это не замкнуло что он махом накачала десятку вот это да вот накачала махом 13 даже стала компрессия ничего себе ну не поршневой понятно кирдек сто процентов вот она компрессия кое-что слышно там когда держишь аж руку выбивает на так придавливать сильно а до этого там чик 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 ты кое-как там она была качала ты до компрессия до компрессии вот тренажку страна качал вот она по идее примерно такая должна быть по идее движок на делать но я не я не могу понять как он чем там сделать движком возможно может перегревал как-то или чё или может масло не менял на холодную глаза водишь она как-то вроде не дымит так сильно чуть-чуть так ну почти не видно дыма сейчас смотрел сегодня а потом прогрелась когда немножко все начинает дымить и синеватый такой и газуешь она такая дымовуха здесь гаража вообще дымовуха на ворота открывать сразу же потому что тут дымовуха вообще дышать нечем становится это сто процентов поршневая потому что вот смотрел даже в интернете видео да чё там проверяли поршневую я чё без колес там без камб этих маслосъемных где-то видео там куда смотрел и дымит тоже дымовуха такая слушайка идет ладно на этом закончу короче с этой нивой мне уже надоело и надо отдать мужику пусть ездит так а ездить то можно как бы но масло на расход будет он стопудово една его спросить бы потом сколько у него интересно масло сжирала ну свечи так вот вы это выкручивать придется постоянно прочищать их щеткой железный почистил опять поставил опять все она как бы нормально работает ладно на этом закончу это видео кому что там пишите кто сталкивался с такой с таким бредом более такого не видел ни разу ладно всем пока всем всего хорошего и пошел я короче что заниматься надо тут грядки хератки там все это вот дрова на этом доделывать грядки доделывают сейчас вот досаживаем все парники и потом буду уже машину ремонтировать что-то урал там ковырять потихоньку начинать тут ладно всем пока